Доброе утро, дорогие друзья! Итак, перед нами с вами пятница. Пятница. И опять прошли шесть дней. Шесть дней проскочили. Каждый, казалось бы, секунду и опять шаббат. А ведь дни это не просто так. Написано в книге ЗААР, в главной книге Кабалы, что дни это особое творение. Они сотворены будут. И они же станут для каждого человека его одеянием в будущем мире. Что это означает? Это означает, что если человек прожил, скажем так, по-человечески, с точки зрения неба, один день, этот день и заповеди, которые он делает, и хорошие дела в этот день создают такой положительный день, который становится одеянием его в будущем мире. И вот через 120 лет человек приходит в следующий мир. Один приходит, то, что называется голый босс, и с пятью фиговыми листочками, а то еще и хуже. А второй приходит в чудесном одеянии. Конечно, Авраам и Сара, это пример того, как люди, одетые будут в постоянную потрясающую одежду, потому что она, соответственно, полными днями. Кстати, Авраам, когда уходит из мира, написано, что он ушел, присыщенный днями полными. Значит, что все дни его составили его одежду. Нам тоже надо позаботиться об одежде в следующем мире, потому что каждый человек, ну, как бы неудобно будет потом бегать тысячелетия голым боссом. Человеку свойственно думать, что все, что он делает, это правильно или оправданно. Так заставляют люди, обстоятельства, там, еще что-нибудь, там, естественно, нормально. Злое начало в душе человека обязательно ему помогает в этом деле. Говорит, да, конечно, находит логическое объяснение. Так происходит с каждым из нас. Каждый считает, к сожалению, вот, например, если человек ходит, смотрит два урока в неделю, а кто-то смотрит уроки каждый день. Ну, тот, кто смотрит для него каждый день, он какой-то фанатик, а тот-то вообще не смотрит, ну, с ним не о чем разговаривать. Человек на каждом этапе своей жизни считает, что вот это вот оптимальная площадка. На самом деле, должно быть постоянное движение вот так вот, горизонтальное вверх. Надо идти вверх, надо никогда не останавливаться. Ты слушаешь урок, считаешь, что молодец, отлично, слушай два. Еще слушаешь восемь, начни немножко еще читать. Девять, рассказывай кому-то. То есть человек должен двигаться. Человек должен двигаться, потому что обычно, обычно, человек, к сожалению, нереально оценивает себя. Ладно, перед нами шаббат. Давайте два слова о шаббате. Сначала маленькая мастер. Каждое лето раби Аврум из Рогачева ездил лечиться на воды в один немецкий городок. В городе была такая просвещенная, ассимилированная община, практически отошедшая от еврейства. И когда в субботу Равин явился в синагогу в шелковом халате, в такой меховой шапке, то, конечно, это было зрелище. И один местный шутник подошел к нему с такой подковыркой и говорит, Рэба, почему в такой жаркий день вы надели такую теплую шапку? Рэба посмотрел на него, вздохнул и говорит, вы знаете, слишком уж холодная у вас суббота. Суббота, шаббат, ни в коем случае не должны быть холодными. В первую очередь не холодными. Должна ощущаться радость. В этот день мы должны показать, что мы верим, знаем, что седьмой день это день отдыха, благословенный день Богом. А значит, мы должны тоже его благословлять. Мы обязаны быть счастливыми в этот день. Мы обязаны строить вообще свою неделю от шаббата до шаббата. Потому что так сказал тот, кто лучше понимает наверху. Холодность вообще, качество абсолютно противоположной святости. Это сказал еще Любавический Рэбэ. Потому что святость это энергия, живость там. Поэтому вот иногда может быть даже какой-то, ну лишь бы не холодный, короче. Вот лишь бы, когда человек замерз, он что-то сделал неправильно, или что-то там пошутил неверно. Ну бывает. Но когда человек холодный, когда он ко всему ничего не воспринимает уже, ну это уже, извините, пред такое состояние. Шаббат приходит к нам в конце недели. Но неделя и начинается с шаббата. Это начало и конец. На небе есть идеальный план нашей жизни на неделю. И вот когда подходит шаббат, его там просматривают и сравнивают с тем образцом, который был. Делают выводы, насколько что нам удалось, что нет. Меняют нашу жизненную ситуацию. На следующей неделе снова будет шаббат. Он открывает неделю как воплощение цели. Как новое, вот вот новое. Каждая неделя новая цель, новый идеал. Его сменяют недельные будни, потом мы заполняем их работы. После будней опять шаббат. Но еще должен быть цель жизни какая? Вот шаббат, шаббат, шаббат. Следующий шаббат должен быть чуть-чуть более возвышенный, чуть-чуть продвинутый. Мы должны сказать в этот шаббат, да, это неделя, мне удалось в том-то, в том-то, в том-то. А если не удалось в чем-то, то я вот это, вот это, вот это поправлю. В этом суть шаббата. Но это перед шаббатом. А в сам шаббат надо уже радоваться. Посчитал все, понял, сделал выводы. Шаббат это радость, шаббат это отдых души. Потому что мы с вами не чувствуем, мы находим отдых, а вот с душой иногда не так. То, что было целью, идеалом неделю назад, корректируется в новой неделе и становится новой достижимой целью. Брахава от слаха, хорошего шаббата. И чтобы на следующей неделе наши уроки были еще лучше. И чтобы все мы радовались и улыбались. И здоровья. Брахава от слаха.